Россия большая и богатая держава. Ее растительный и животный мир многообразен и имеет свои характерные особенности в разных уголках страны. На территории России есть высокие горы и обширные равнины, леса, реки и моря. Сохранение природного баланса является одной из самых важных задач. Своим мнением о поправках в Конституции, касающейся охраны окружающей среды, поделился учитель географии гимназии номер 4 города Карачаевска Руслан Алиев. В современном мире все глобальнее разрастается вопрос экологического образования и защиты природы. Поэтому изменения в Конституции должны были быть рано или поздно именно в этом направлении. Например, возрастающая нагрузка на сельское хозяйство. Или же отсутствие у людей понимания термина экологии или использования природных ресурсов, переработки металлов или переработки различных компонентов, которые мы используем в повседневном мире. Оно требует доработки и, естественно, эти поправки должны быть в нашей Конституции. Поправки также касаются и защиты диких животных. Охрана природы напрямую связана с их защитой. Стоит исчезнуть одному незначительному, на наш взгляд, существу, как пострадают другие. Именно из-за этого работники Тиберинского заповедника всегда наблюдают за состоянием живой природы и животных, населяющих нашу республику. Все природоохранное сообщество, я думаю, все, кто причастен к проблемам сохранения природы, сохранения окружающей среды, сохранения биологического разнообразия, положительно воспринимают и будут воспринимать все поправки, которые касаются дополнительной защиты животного мира, растительного мира, охраны окружающей среды. Главными целями данных поправок является сохранение чистой среды для потомков и будущего России. Живая природа – это единственный естественный источник, где человек черпать все необходимое для существования. Сохраняя баланс в природе, мы помогаем не только человеку, но и всем животным. Аслан Гирюгов, Мухаммед Ашбоков, Вести Карачаева, Черкесия.